Мы расскажем, как создать макияж, который преображает нежность и создает беззаботное настроение весенней легкости и романтики. Смотрите, экспериментируйте, меняйтесь! Для создания романтического образа берем легкий тональный крем и наносим от центра лица кисточкой или спонжем. Как вам удобно! Теперь наносим кисточкой под глаза корректор на тон светлее вашей кожи. Используем матирующую пудру и наносим на все лицо, тщательно прорабатывая участки и дозы. Берем пудру на несколько тонов темнее кожи лица и наносим скошенной кисточкой, прорабатывая спонжем. Растушевывая от центра лица, мы корректируем его форму. Растушевывая от центра лица, мы корректируем его форму. Растушевывая от центра лица, мы корректируем его форму. В первую очередь наносим самый светлый оттенок на верхнее и нижнее века, который будет основой макияжа глаз. А в складку подвижного века наносим тень на тон темнее. Теперь берем самый темный оттенок и наносим уголок подвижного века, растушевывая в складку. И на нижнее века до середины глаза на уровне зрачка. Используем перламутровые мерцающие тени. Осветляем кисточкой зону под бровями. И делаем акцент в уголках глаз. Чтобы придать взгляду наразительности, белым стойким карандашом прорисовываем слизистую нижнего века. Берем коричневую подводку для глаз и тонкой линией рисуем стрелку. Теперь тщательно прокрашиваем ресницы тушью. Используем карандаш для бровей и прокрашиваем волоски, а воском фиксируем их. Придаем нашему образу свежести румянами нежно-персикового оттенка и наносим их на скулы. Те же тени, которыми мы осветили зону под бровями, наносим под глаза. На спинку носа ставим блик во впадинку над губой. Завершаем наш образ блеском для губ розового цвета, тон макияжа. Наш макияж готов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...